На канале Россия Вести Ульяновск в студии Артем Петров. Здравствуйте! Главные события уходящего понедельника 13 марта в нашем Рутике. Первый потоп в Родищево случился в выходные. И вода уже стала уходить из поселка. Но с началом недели, что называется, новая волна. Буквально за считанные часы здесь, в Больших Ключичах, затопился Яшский мост. От цивилизации оказались отрезанными 9 домовладений. Улицы затоплены, жители некоторых домов эвакуированы. Поводок уже доставил множество хлопот. Съемочные группы Вести сегодня посетили места, где воды больше всего. В Луговом побывал Эдуард Истомин, а из Родищева репортаж Игоря Кранцева. В здании аэропорта террорист захватил заложников и есть угроза взрыва. Это легенда учений силовиков. Зачем нужны такие тренировки? И в зону спецоперации отправлен очередной гуманитарный конвой. Кто из сопровождающих решил остаться на передовой и встать в строй вместе с российскими военными? Итак, в регионе потеплело резко и неожиданно. Температуру со знаком плюс фиксируют как днем, так и ночью. В итоге поводковая ситуация стала развиваться не по самому благоприятному сценарию. Тему ранней весны продолжит Эдуард Истомин. Ульяновский район оказался, похоже, во власти водной стихии. Буквально за считанные часы здесь в Больших Ключичах затопился Яшский мост. От цивилизации оказались отрезанными 9 домовладений. Людей не бросили. Для них спасатели организовали переправу по воде. Сергей Кочетков спешит к родственнику, у которого день рождения. Но дядя отрезан от большой земли. Племянник везет ему продукты, а значит празднику быть. Он как бы не пьет у меня. Сейчас с ним безалкогольного пивка глотнем. Алексей Косов, спасатель первого класса. В день, говорит, делаем на лодке до 30 рейсов в оба конца. Связь с людьми держим по мобильнику. График работы с 7 утра до 7 вечера. Но он не жесткий. Если есть необходимость, если кто-то задержит, мы, естественно, идем навстречу и остаемся еще, дожидаемся их. А эта часть села не отрезана, но подтоплена основательно. Влага прибывает с каждым часом. Некоторые домовладения и дачные участки оказались вмиг оккупированы талой водой. Ее трофеем стал личный автотранспорт. Вчера только начало подтапливать. Ну, практически там на ту сторону вообще не пробраться. Только на лодке. В этом году температура в марте несколько выше, поясняют синоптики. Тепло принесли атлантические циклоны. Благодаря им началось обильное снеготаяние. В этом году промерзание почи несколько больше, чем в том году наблюдается. И снег, если при активном тане, он будет стекать в поймы рек и поднимать уровень воды. Село Луговой также под угрозой подтопления. В него вода ринулась с полей. На ликвидацию опасности брошена техника. С ее помощью провели обваловку. Влага отводится и по канавам. Так, вот здесь у нас еще слабое место, да? Здесь слабое место. Здесь скорость немножко там падает, да? А так выглядит трасса в пригородном. Но здесь еще по-божески. Потому как на Хватково и Горино езда сродни заплывом. После сегодняшнего дождя снег с обочин практически сошел. Вода прибывает на глазах. Некоторые авто, похоже, не всегда держат гидроудар. Ждем, когда начинает уже двигаться свияга. Поскольку река Сельдь, она освободилась от льда. И Сельдь у нас начинает упираться в лед свияги. Вот с чем вся проблема. То есть, поэтому идет подъем уже мостовой и, соответственно, дачный. В МЧС надеется, что сброс вод на плотинах УТЦ-1 и Вышеевки проведут правильно. В этом случае поводок в поселках не будет критичным. И вероятность подтопления будет гораздо ниже. Эдуард Истомин, Сергей Свешников и Дамир Губеев. Вести Ульяновск. Из Ульяновского района и Ульяновска. Вродящего ЧП уже второй раз за несколько дней жилые дома подтоплены. А по улицам впору передвигаться на лодках. Жители некоторых домов эвакуированы. Три местные реки вышли из берегов, а тающий снег лишь усугубил ситуацию. Съемочная группа Вести сегодня побывала на юге области. Репортаж Игоря Кранцева. Первый потоп вродящего случился в выходные. И вода уже стала уходить из поселка. Но с началом недели, что называется, новая волна. И на сей раз она даже больше, чем та первая. Тогда подтопленами оказались 118 домов. На сей раз на два десятка больше. Некоторых жителей приходится эвакуировать на лодках. Другого варианта просто нет. Две семьи разместили в пункции временного содержания. В местной школе номер два. Еще больше, больше, больше поднимается. Но то, что двери вообще открыть нельзя. Если мы сейчас, как говорится, через дверь выходить. Я говорю, нет, через дверь выходить мы не будем через окошко. Вот, забирайте, и все. Дверь то, что нельзя открыть. Все это у нас заходится в коридор. Вот в коридор заливает. У главы районной администрации день рождения. Но Александру Белотелову не до поздравлений. Все звонки о текущей обстановке и с вопросом нужна ли помощь. Соседний Старокулаткинский район выделял технику. Впору свать на выручку снова. Те труды, которые наши были, как говорится, все опять на смарку. По прогнозу идет потепление опять же, да. И сегодня еще в сутки почти лил дождик. И все эти факторы сыграли, ну, злую шутку. Подобного потопа в Радищеву не припомнят с 80-х годов прошлого века. Улицы поселка больше похожи на венецианские каналы. Но едва ли такое сравнение сейчас кого-то радует. Ну, зато влагозарядка будет. Остается только удивляться, как житель Радищева Михаил Гусев не теряет оптимизма. Его двор больше похож на бассейн. И вода уходить в ближайшее время не собирается. Ущерб, по словам мужчины, сейчас подсчитать невозможно. В доме нет, но в коридор уже баня, коридор, погреб. Все, гараж плавает. А у соседей? Ну вот, у своячницы вот здесь живет. Ну, тоже вроде, ну, подпол полный. Двухэтажки тоже, подвалы все полные. То есть у всех все залило. Вот как бы вот по дому-то можно ходить. У друзей в доме вот в болотных сапогах ходит. А это уже соседняя улица. У Александра пострадал не только дом, но и большое подсобное хозяйство, расположенное неподалеку. Хозяйство 20 больших поросят. И 10 маленьких. Все, и материалы, и зерно. 10 тонн зерна там вот, все, тоже водил. По информации районной администрации, во второй половине дня уровень воды стал медленно, но снижаться. Однако расслабляться рано. Три местные речки, Маза, Терешка и Березовка, из-за резкого потепления разом вышли из берегов. И в любой момент могут преподнести сюрприз. Как вместе, так и каждая по отдельности. Игорь Кранцев, Михаил Державин, Вести Ульяновск, Израдищево. Аэропорт имени Карамзина стал местом проведения командно-штабного учения силовых структур. Главная задача – отработка вопросов противодействия терроризму. По легенде, сотрудник транспортного учреждения, являющийся пособником диверсионно-разведывательного формирования, захватил и удерживал в заложниках несколько человек в одном из помещений на территории аэропорта. В здании аэровокзала при этом он установил самодельное взрывное устройство. В ходе учения отработан комплекс специальных мероприятий, направленных на обезвреживание самодельного взрывного устройства, нейтрализацию террориста и освобождение заложников. Проведен общий разбор действий, привлекаемых в рамках учения сил и средств. Депутаты городской думы отправили на передовую новую партию гуманитарного груза. На этот раз необходимую помощь собрали по заказу именового батальона «Свияга». В список вошли палатки, автомобили УАЗ, медикаменты и многое другое. А депутат Николай Лазарев отправился в зону СВО для выполнения боевых задач. Слово Екатерине Лазаревой. Последние приготовления перед отправкой. Коробки упакованы, письма написаны. В зону боевых действий сегодня отправили новую партию гуманитарной помощи. Более 10 тонн груза. В прошлую нашу поездку к бойцам именных батальонов с гуманитарной помощью ребята поставили нам ряд задач, в частности батальон «Свияга». обозначил задачу по оборудованию каркасными армейскими палатками. Мы в прошлый раз буквально нагнали батальон. Они были размещены в поле и перемещение довольно часто бывает. И сегодня мы везем 5 палаток. В целом 50 номинований по списку гуманитарной помощи присутствует. Помимо армейских палаток здесь запчасти для автомобилей, печи буржуйки, маскировочные костюмы, медикаменты и много других вещей, которые помогают нашим бойцам приближать победу. В этот раз к уже стандартному списку вещей добавилась и мобильная баня. Баня будет разделена на два отсека. Отсек помывочный и отсек для стирки, для сушки. Будет установлено две стиральных машины, одна сушильная машина будет установлена. Баня будет оснащена дизель-генератором. То есть полностью автономная будет она, но с возможностью внешнего подключения. Не забыли и о мирных жителях. Для них закупили 2,5 тонны круп. К сбору гуманитарного груза подключился весь регион. Отправку поддержал губернатор, депутаты городской думы, партии «Единая Россия», а также ОНФ, местные ТОСы и волонтерские движения именных батальонов, школ и детских садов. Хотел бы выразить слова благодарности всем, кто оказывал поддержку в сборе этого гуманитарного конвоя, потому что каждый из нас выполняет свою работу. Ребята там, напередовольные здесь. В зону СВО гуманитарный груз отправят представители администрации города и депутаты Ульяновской городской думы. Некоторые из них решили встать с нашими бойцами плечом к плечу. Уже через несколько дней Николай Лазарев приступит к выполнению спецзадач в зоне СВО. А до этого на передовой сражался Владимир Ожогин. Сегодня, 13 число, я ухожу добровольцем, добровольческий отряд, батальон «Свияга» именной, который находится у нас сегодня на территории специальной военной операции. Если говорить о патриотизме, о любви к родине, то надо начинать с себя. Делай, как я, как говорили у нас в воздушно-десантных войсках. А уже сейчас ведется подготовка к следующей отправке гуманитарной помощи, где особое внимание уделят техническим средствам. Екатерина Лазарева, Вести, Ульяновск. Вести, Ульяновск продолжают следить за главными событиями из жизни региона. Я, Артем Петров, с вами прощаюсь. Всего доброго. Увидимся. Субтитры предоставил DimaTorzok Ночью и утром на дорогах Головедица. Субтитры предоставил DimaTorzok